Сегодня после реконструкции открылся областной центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ремонт здания был сделан в рекордно короткие сроки за три месяца. Посмотреть на обновленные учреждения для малолетних правонарушителей приехали руководители области и регионального ОМВД. Подробности у Ирины Фроловой. В светлых и чистых коридорах еще остался запах краски и строительных материалов. Здесь только завершился ремонт. Это здание больше похоже на санаторий, чем на центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Я помню, в каких условиях содержались подростки, совершившие правонарушение. Во дворе ОМВД многие помнят. Это каторга, по сути дела, была. Сейчас же это санаторий. Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей одновременно может принять 21 ребенка. Правда, говорят сотрудники центра, детей всегда бывает меньше. Это указывает на то, что малолетняя преступность падает. По данным за 2012 год уровень преступности среди малолетних снизился на 6%. Но мы многих оставляем без внимания, считает Александр Сазонов. Детей, которым нужна забота и внимание, намного больше. И, возможно, им стоило бы какое-то время провести здесь. Чтобы поправить им и мозги, поправить, может быть, и представление о жизни. Вот, может быть, как-то социализировать здесь, да и выпустить нормальную жизнь. Для того, чтобы направить оступившегося ребенка в нужное русло, в этом центре есть все необходимое. Комната релаксации, психологической разгрузки, библиотека, комната отдыха. Во время пребывания здесь дети не перестают учиться. Сюда приходят педагоги из кадетского корпуса. Начальник центра Ольга Афанасьева говорит, что они стараются максимально загрузить ребят. Тогда процесс перевоспитания пойдет на пользу. Мы стараемся не только показать, но и научить, как себя вести в дальнейшей жизни. Потому что многие ребята не получают того внимания должного, которое они должны получать дома от родителей. Поэтому мы восполняем вот эти пробелы. Учим их находиться, что называется, в социуме. Основная задача – показать и доказать, что можно и нужно жить по-другому. Находиться в центре подросток может до 30 суток. Потом отправляется в свою привычную среду. И главное, чтобы, оказавшись там, ребенок вновь не свернул с правильного пути. Представители власти и правопорядка, увиденным в обновленном центре, остались довольны. Здесь вот такая, в хорошем смысле слова, смирительная рубашка. Заботливая, теплая и служащая для того, чтобы дети становились полноценными. Участник строительства нашего общего дела. Ремонт в центре был сделан в рекордно короткие сроки. Всего за три месяца комнаты и коридоры преобразились и задышали новой жизнью. Единственное, чего не хватает, это современные спортивные площадки. Но, скорее всего, она здесь появится. Ирина Фролова, Александр Пузняков, Елена Авдеева. Область новостей.